МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Велопробег «Здоровая семья» провели в ауле Верхняя Тиберда. 147 юных участников успешно преодолели дистанцию протяженностью 42 километра. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит. На территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» начались работы по реализации проекта «Малый пруд». Уже к концу года горожан и гостей Черкеска ждет обновленный благоустроенный парк, в котором будет комфортно людям разного возраста. Проект предусматривает устройство пирсов, экскурсии на сабордах, строительство веревочного парка, создание променадов, обустройство детской игровой тропы, реконструкцию спортивных площадок, установку современного уличного освещения, скамеек и беседок для отдыха. Ежегодно в руки ученым попадают десятки новых артефактов. Завершаются археологические раскопки в поселке Нижний Архыз, проводимые к очагу имени Умара Алиева совместно с учеными и студентами московских вузов. Главным объектом исследования был средний храм X века и крыжащий его некрополь. Что выявили археологи, смотрите в материале Мадины Каракетовой. Студент образовательной программы «История» факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики города Москвы Виктор Растворов приезжает в Карачаево-Черкесию в составе археологической экспедиции уже в третий раз. Для него археологический раскопка – это реальная возможность прикоснуться к истории и науке и внести свой личный вклад. Мы сами копаем ту историю, которая еще не написана, но вот нашими руками она делается. И в Карачаево-Черкесии мне очень нравится, и прекрасная здесь природа, и прекрасные традиции, прекрасные люди с нашими коллегами из КЧГУ, даже друзьями уже, можно сказать. Мы общаемся в течение года, и вот у нас жизнь делится от архыза до архыза. В эту экспедицию вошли ученые из студента московских вузов. Археологам предстоит исследовать три объекта – комплекс построек на Митрополичьей горе, средний храм X века и окружающий его Некрополь, и южный храм, у северо-западной стены которого заложен раскоп. До сегодняшнего дня археологические исследования этого объекта не проводились, и мы первые, кто этим занялся, рассказывает руководитель экспедиции, директор археологического музея Карачаево-Черкесского госуниверситета Ахмат Айбазов. Мы знаем, что здесь была пристройка трапезы на XIX века, которая построена монахами. Верхняя часть, конечно, утрачена, но мы вышли на фундамент, который находится под слоем земли. Но абсолютно случайно. Всегда считали, что это приусадебный такой храм, небольшой, размерами 6 на 8. Но оказалось, что вот у него есть тоже небольшой могильник у стен. Наткнулись на несколько погребений. Одно из погребений, рассказывает Ахмат Айбазов, вероятнее всего женское, а второе, также сооруженное в каменном ящике, парное, предположительно, останки мужчины и женщины, похороненных вместе. Они сооружены по христианскому обряду XI века, безинвентарные, даже нательных крестиков на них нет, они пустые. Процесс перехода от язычества в христианство был непростым, и парное захоронение, возможно, было связано еще с остатками язычества, считают археологи. Участие в данной экспедиции студенты считают не только увлекательным, но и очень полезным, ведь у них есть уникальная возможность не только почувствовать себя настоящими археологами, но и пообщаться с ведущими специалистами в области археологии, архитектуры и фотограмметрии. Очень интересно прикоснуться к этому впервые, увидеть, как его впервые измеряют, посмотреть на его фундамент, посмотреть на погребения, которые были возле него, на какой-то минимальный инвентарь, пускай он там костяные бусины, но все же. Это очень здорово всегда, и очень большой опыт, потому что я работаю с Ахматом Юсуфовичем на Южном храме, и бесценный действительно опыт по всяким археологическим процессам. Для студентов также организованы увлекательные лекции, посвященные Аланам, архитектуре и культуре Кавказа и влияние на нее Греции и Грузии. Расскажут о мегалитах, дольменах мира и Западного Кавказа, древней игре вальчики, которая до сих пор сохранилась у Карачаевсов, и еще о многом другом. Расскопки на этой территории, они совместные и проводятся вместе с Институтом археологии, Академии наук, Институтом востоковедения, Академии наук, Высшей школой экономики Москвы и Карачаево-Черкесским государственным университетом. И они проводятся с 2018 года на регулярной основе, совместно с практиками исторического факультета Высшей школы экономики и Карачаево-Черкесского государственного университета. Эти раскопки только начало в планах исследований всей территории древнего археологического городища. А мы очень надеемся, что это мощное межвузовское взаимодействие будет долгим и плодотворным, говорит Ахмат Айбазов. Мадина Карекетова, Ольга Савенко, Ринат Муков. Вести Карачаево-Черкесия. Архыз. В Черкесске организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего оказания услуга с металлогическим салоном и нарушения прав клиентов. Следственными органами по Карачаево-Черкесской республике организована процессуальная проверка по факту нарушения тайны личной жизни и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение вреда здоровью местной жительницы. По предварительным данным, в июле текущего года в одном из процедурных кабинетов косметологического салона клиентка получила травматические повреждения при падении, в результате чего она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Также выяснилось, что в помещении салона были установлены скрытые видеокамеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам. По данному факту, следователями Следственного комитета проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В период с 8 по 28 августа органы государственной статистики приступают к реализации очередного обследования. Об этом и не только сотрудники говорили на семинаре с главами сельских поселений Карачаевского района и Карачаевского городского округа. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Основная задача Росстата – формирование статистических данных, касающихся экономических, социальных, экологических и иных направлений. И чтобы собрать полную картину, сотрудники Государственной службы статистики регулярно проводят различные обследования. Хотим более подробно рассказать о такой работе нашей органов статистики, как опросы населения. Потому что это такая щепетильная работа. Мы здесь не защищены законом о статистическом учете, что обязаны наши респонденты предоставлять данные. Наше население исключительно на добровольной основе с нами работает. Поэтому очень важно, чтобы здесь нам тоже оказывали такую помощь, содействие как раз муниципалитеты. Потому что все наши опросы происходят на территории муниципальных образований республики. В этом году Росстатом было запланировано проведение трех опросов по социально-демографической тематике. Два уже провели о доходах населения и участие в социальных программах и комплексное обследование условий жизни населения. А сейчас, в августе, будет проводиться третье уникальное выборочное наблюдение использования населением суточного фонда времени. Это обследование проводится один раз в пять лет. Семинары полезны для нас, органов власти. Мы больше понимаем деятельность органов статистики. Эти данные мы используем активно. Мы не находимся в стороне, когда требуется наша помощь. Стараемся помогать органам статистики, что особенно важно при проведении опросов населения. В соответствии с планом Росстата, в опросах этого года участвуют 45 тысяч российских семей. В нашей республике это 224 домохозяйства. И, как известно, сведения, полученные от респондентов, являются конфиденциальной информацией. А материалы служат основой для совершенствования социальных программ в части развития транспорта, образования, культуры, отдыха населения и ряда других вопросов. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Крачевск. Продолжаем выпуск. Следователи отдела МВД России по городу Черкесску совместно с психологом провели профилактическую беседу с коллективом Главного бюро медико-социальной экспертизы. Главная цель подобных встреч – предупредить как можно больше людей об уловках мошенников. Ведь профилактика по-прежнему остается главным методом борьбы с дистанционным обманом. Следователи рассказали о наиболее распространенных схемах, которые используют мошенники, чтобы завладеть имуществом граждан, а также о том, как не попадаться на уловки аферистов. Привели конкретные примеры, когда граждане, поверив неизвестным лицам, лишились своих сбережений. Отдельное внимание было акцентировано на звонках злоумышленников, выдающих себя за сотрудников различных служб и организаций МВД, ФСБ, Следственного комитета и МФЦ. Также они рассказали о приемах, которые используют мошенники в отношении пользователей сайтов, которые пытаются купить или продать какой-либо товар. В ауле Верхняя Тиберда Карачаевского района прошел велопробег «Здоровая семья». Маршрут проходил от Северного приюта до аула Верхняя Тиберда. В велопробеге участвовало около 150 человек, большинство из которых представители юного поколения. Он проходил по инициативе администрации Верхнетибердинского сельского поколения. Все участники успешно преодолели дистанцию протяженностью 42 километра, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Мероприятие проходило в рамках года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Воспитание подрастающего поколения является самым важным, самым приоритетным задачей администрации Верхнетибердинского сельского поселения. Дети – наше будущее, наша опора, наша гордость. Сегодня мы должны сделать все, зависящее от нас, чтобы наши дети были здоровыми, сильными, целествуемыми, чувствовали заботу и уважение к себе, росли счастливыми и в будущем радовали нас. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джозаевой. А я с вами прощаюсь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире наша программа «Сила права». И по традиции нашу программу открывает старший помощник прокурора Рачао-Черкесской Республики Елена Дармограева. Здравствуйте, Елена. Прокуратура города Черкеска осуществляет надзор за исполнением законодательства на территории республиканской столицы. Работа прокуратуры города включает различные аспекты. Хочу отметить, что одна из ключевых задач, которая решается на всех направлениях многогранной прокурорской деятельности, это соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Основное значение придается обеспечению правопорядка в социальной сфере и защите прав инвалидов, несовершеннолетних, пожилых людей, которые в силу возраста, состояния здоровья или иных уважительных причин не могут самостоятельно отстаивать свои права. В числе приоритетов нашей работы, конечно же, это рассмотрение обращений заявителя. Значительное число их связано с социальными вопросами, с выплатой пособий, заработной платы, пенсии, с устранением нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приведу такой яркий пример правозащитной деятельности прокуратуры города Черкеска. Поступило обращение жителей улицы Пятигорское шоссе, и в ходе прокурорской проверки доводы заявителей нашли свое подтверждение о том, что не было организовано уличное освещение, ненадлежащим образом предоставлялись услуги вода и газоснабжения. Прокуратурой для защиты прав заявителей был принят целый комплекс мер прокурорского реагирования. Прокуратура города Черкеска внесла представление в мэрию, возбудила административное производство, которое рассмотрено и удовлетворено, и виновное должностное лицо управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа. Также городская прокуратура обратилась с заявлением в суд. И по итогам прокурорского вмешательства права граждан, проживающих на улице Пятигорское шоссе, были восстановлены в полном объеме. Организовано уличное освещение, оборудована сеть центрального водоснабжения жилых домов, а газоснабжающей организации в рамках договоров до газификации проведены соответствующие работы. Хочу обратить внимание, что особое значение придается прокурорами защите прав несовершеннолетних. По итогам наших проверок устранялись нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Были приняты профилактические программы, пресечены факты их ненадлежащей реализации, обеспечено должное взаимодействие субъектов профилактики по проведению профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями. Также прокурорами проводится системная работа по реализации комплекса просветительских мероприятий с детьми и молодежью. На встречах со школьниками, на лекциях и беседах с ними разъясняются нормы ответственности за совершение противоправных поступков. И вся эта наша работа направлена на выработку правомерного поведения и формирование правовой культуры подрастающего поколения. Важная часть прокурорского надзора в сфере образования – это обеспечение надзорного сопровождения капитального ремонта объектов образования. На территории города в недавнем времени проводился капитальный ремонт в третьей и в шестой школах. И лично прокурором города Черкеска Алексеем Мухиным осуществлялись выезды в общеобразовательные организации, что способствовало активизации работы и скорейшему завершению исполнения контрактных обязательств. Сегодня в программе, уважаемые телезрители, заместитель прокурора города Черкеска Эльдар Тиунаев расскажет вам об итогах работы по восстановлению прав несовершеннолетних, по восстановлению законности в сферах трудовых и земельных правоотношений при обеспечении безопасности в сфере дорожного движения. Здравствуйте, Эльдар Исламович. Рада видеть вас тоже в нашей программе. Я хочу у вас спросить в продолжении темы, о которой говорила Елена Юрьевна. Вопросы защиты прав несовершеннолетних, как ясно стало из нашего предыдущего разговора, они не теряют актуальности. А какие еще нарушения вы являлись прокурорами? Защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. За 2023 год выявлено более 1300 нарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних. За иссякших период текущего года уже выявлено более 800 нарушений. Если останавливаться на конкретных примерах, могу сказать, что принимались в мере прокуратуры города меры к устранению нарушений законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, по итогам проверки были устранены нарушения законодательства в детских школах искусств. При этом перед зданиями двух школ отсутствовали парковочные места, в том числе для инвалидов не было вывесок и, соответственно, указателей. Кроме того, в образовательных организациях, в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, отсутствовали индукционные петли, предназначенные для удобства людей с нарушениями слуха. По данным нарушениям прокурорам города были внесены представления. Представления были рассмотрены и удовлетворены. Ход исполнения, устранения нарушений в настоящее время контролируется прокуратурой города. По обращению родителей инвалидов-колясочников о трудностях передвижения на территории республиканской столицы, в ходе проверки было установлено, что на перешходной дорожке, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Россия», не обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения. По результатам проверки руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкеска было внесено представление. Данное представление было рассмотрено и удовлетворено. В основном было на указанном участке обеспечено беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения. Приведу еще один пример. В ходе надзорного мероприятия выявлены были факты злостного уклонения от должников от уплаты алиментов на содержание совершеннолетних детей. Нормами Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность лица, по вине которого образовалась задолженность, уплатить получателю алиментов установленную законом неустойку. По итогам проверки прокуратурой города было направлено в суд 10 исковых заявлений, а в заскании неустойки судом исковые заявления были удовлетворены и в настоящее время находятся на стадии исполнения в службе судебных приставов. Кроме того, по итогам прокурорского вмешательства приняты меры к бесплатному проезду учащихся в связи с капитальным ремонтом гимназии номер 5 города Черкеска. Проверкой было установлено, что 9 января текущего года в связи с осуществлением капитального ремонта здания гимназии номер 5 образовательный процесс для учащихся организован в здании, расположенном по улице Свободы 62 города Черкеска. По итогам прокурорского вмешательства был разработан проект правового акта, устанавливающего возможность выделения средств за счет местного бюджета на организацию бесплатного проезда для обучающихся к месту учебы. Соблюдение требований законодательства как при проведении учебного процесса, а также организации перевозок школьников находится на постоянном контроле руководства прокуратуры города. Скажите, как прокуратура защищает трудовые права граждан? Как уже выше говорила Елена Юрьевна, соблюдение трудовых прав граждан также является одним из приоритетных направлений надзора. Проводится активная работа по противодействию нарушению в сфере трудового законодательства. На особом контроле находится вопрос своевременности выплаты заработной платы работникам. По итогам прокурорского вмешательства за стекший год была погашена задолженность по заработной плате перед работниками шести предприятий в размере 3,9 млн. рублей. По результатам надзорных мероприятий выявлено 480 нарушений трудового законодательства, для устранения которых было внесено 55 представлений об устранении нарушений закона, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 48 должностных лица. Принесены протесты на 70 правовых локальных актов. Протесты прокурора все рассмотрены и удовлетворены. Правовые акты приведены в соответствии с требованиями федерального законодательства. К административной ответственности за тот же период привлечено 10 должностных лица. По материалам прокурорских проверок в следственные органы было направлено 3 материала, по которым возбуждены уголовные дела. Кроме того, в трудовой сфере выявлялись факты выплаты так называемой серой зарплаты. В ходе проверки по обращению заявителя прокуратура установила ненадлежащее оформление трудового договора между работодателем и работником, которое выразилось в дроблении заработной платы на две части. На официальную, которая содержится в заключенном трудовом договоре, и неофициальную. Согласно договоренности между предпринимателем, занимающимся строительством объектов, и работником, меньшая часть зарплаты сотрудника была отражена в трудовом договоре, с которой впоследствии выплачивались налоги и страховые взносы. При этом основная часть заработной платы выплачивалась работнику без отражения в финансовых документах. По итогам проверки прокурором города Черкеска было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, ненадлежащее оформление трудового договора. В настоящее время административное дело находится на рассмотрении у Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской республике. В другом случае вмешательства прокуратура потребовалась для защиты трудовых прав сотрудника, поскольку мне был предоставлен обязательно оплачиваемый отпуск, а при расторжении трудового договора не была выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города было внесено представление. По результатам рассмотрения представления права гражданина были защищены, предусмотренная действующим доказательством выплата за неиспользованные дни была ему выплачена. Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении и Государственной инспекции труда в Карачаево-Черкесской республике правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. А скажите, пожалуйста, какие меры предпринимались прокуратурой для восстановления прав жителей города Черкеска? Есть ли вообще такие примеры? Да, такие примеры есть. Например, по представлению прокуратуры города принимаются меры к устранению нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По коллективному обращению жителей улицы Тенисля была проведена проверка, которая выявила, что мост через реку Абазинка установлен в отсутствии разрешительной документации. Использование земельного участка осуществляется без правоустанавливающих документов. Указанные нарушения создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имущества, а также окружающей среде. По данному факту было внесено представление в адрес мэра города Черкеска. В ходе рассмотрения представления выработан комплекс мер, направлен на устранение выявленных нарушений и обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе обсуждения принято решение о проведении ремонта дорожного полотна по улице Балкарской и в целях разгрузки основных транспортных артерий города, улицу Ленина и улицу Октябрьскую. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой города Черкеска. Еще один пример причечения нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В прокурорской проверке было выявлено, что вопреки требованиям государственных стандартов дорога от пересечения улицы Ставропольская до пересечения улицы Расковая до Аватера не оборудована с обеих сторон тротуарами. По данному факту прокурором города направлен иск в Черкесский городской суд. Суд наши требования удовлетворил. В настоящее время осуществляется исполнение решения суда, которое контролируется прокуратурой города. Кроме того, мерами прокурорского реагирования в собственность города возвращен земельный участок, расположенный на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров», площадью 26909 квадратных метров. Прокурорская проверка показала, что земельный участок был предоставлен гражданину в собственность без проведения торгов в связи с наличием на нем объекта недвижимости, находящегося в собственности гражданина. При этом ни на момент проверки, ни, как показала вследствие комплексная судебная экспертиза, на момент заключения договора никакого объекта недвижима, а также признаков ее демонтажа не имелось. Исковое заявление прокурора города удовлетворено. Договор купли-продажи признан недействительным. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность. Законность судебного решения проверена высшестоящими судебными инстанциями. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов в работе. Спасибо.